Театр начинается с вешалки, а многоэтажка с лифта. В доме номер 110 по проспекту Нариманово жильцы каждый день катаются на жутком аттракционе со смотровыми окнами с видом на шахту. Дизайн на этом не заканчивается. Двери в лифте не банальные и раздвижные, а диковинные и распашные двухстворчатые. Раритет 1967 года выпуска давно не годен к эксплуатации. Максимальный срок по техническому регламенту составляет 25 лет. Наш лифт самый старый в Поволжье. Даже внешний вид его говорит о том, что он себя уже изжил в 2,5 срока. В 2023 году у нас в начале года заканчивается разрешение, третье разрешение на его использование. И, конечно, мы ждем замену лифту как манну небесную. В этом году специалисты Министерства ЖКХ принесли местным жителям добрые вести. Коммунальщики планируют заменить антикварный лифт. Договоры с подрядчиками заключили. Скоро документация пройдет проверку. После чего станет известно, сколько денег должны будут нести собственники и государство. В других домах Ульяновска и Димитровграда тоже будут менять лифты в этом году. Ориентировочная дата начала работы – это первая декада сентября. Все работы будут выполнены в срок. Все лифты будут отечественного производства. Это такие заводы, как Щербинский, Карачаровский механический завод. Проблем с комплектующими никаких не будет. Проектирование работ займет 45 дней. В Ульяновской области по программе капремонта запланирована замена 87 лифтов. Уже заключены договоры на выполнение работы, как ранее было сказано, с двумя подрядными организациями, которые разделяются отдельно по городам – город Димитровград и город Ульяновск. 82 лифта будут заменены в городе Ульяновске и 5 лифтов будут заменены в городе Димитровграде. Что касаемо этапов проведения работы. В срок до сентября подрядными организациями будут разработаны проекты смертной документации. И в сентябре уже подрядные организации приступят к монтажу. Все работы планируют завершить к концу этого года. На замену лифтов и ремонт шахты в областном бюджете заложено 100 миллионов рублей. Как утверждают в фонде модернизации ЖКХ, новые лифты будут энергосберегающими, оснащенными антивандальной системой и кнопками для слабовидящих людей.